Почему не получается макияж глаз? И правда, почему? В этом видео я сегодня вам расскажу про некоторые ошибки макияжа глаз, а именно про 4 ошибки, а вы обязательно добавляйтесь ко мне в телеграм-канал, там мы обсуждаем насущные вопросы и говорим о красоте. Начать я хочу с самой банальной ошибки макияжа глаз. Неправильный макияж, неправильное положение. Большинство девушек красят века, делают макияж на закрытых глазах или видоизменяют свое лицо. Например, вы берете в руку палетку теней, берете какой-то оттенок и начинаете красить свои глаза вот из такого положения, вот так. Или вы это делаете вот так, вы там что-то закрываете, вы там что-то приподнимаете, делаете удивленные глаза, красите, красите, и вроде бы все хорошо. Но как только вы глаза открываете, макияжа как будто бы и не было. Либо если у вас века открытая, как у меня, то он будет виднеться на подвижном веке, но глаз при этом становится плоским, потому что вы прорабатываете века неправильно. Еще раз, когда вы делаете макияж глаз, нельзя приподнимать брови, нельзя закрывать глаза. Вы обязательно должны контролировать процесс. Для этого нужно держать зеркало прямо перед собой. Далее вы должны обязательно держать глаза открытыми. И только при открытых глазах вы должны наносить тени на ваше веко. В том числе при открытых глазах вы можете проконтролировать внешний уголок и складку века. Почему у многих макияж глаз смотрится незаконченным, непрофессиональным? Потому что красится только подвижная часть. Конечно, когда вы не натягиваете брови на затылок, закрываете глаза, для вас основная поверхность выделяется вот это. А с зоной складки, с зоной под бровью, с внешним уголком вы практически таким образом не можете поработать. То есть вы не видите, как ваш глаз выглядит. Когда вы держите зеркало перед собой, когда ваши глаза расслаблены, открыты, вы можете из такого положения проработать и подвижное веко. Если у вас нависшее веко, то здесь вы можете себе чуть-чуть помочь. Но обязательно вы должны вернуться в исходное положение, когда вы работаете вот с этой частью. Эту часть прорабатывают немногие, но именно она влияет на то, насколько объемным будет ваш глаз, насколько макияж будет выглядеть профессионально. Именно из такого положения я могу прокрасить складку века, и у меня будет видно эту складку века. То есть если бы я вот так это делала, ничего не было бы видно. Я бы открыла глаза, и вот у меня вот здесь прокрашено все, что выше нет. И вот эта зона, она остается белая, пустая, и соответственно эффекта красивого распахнутого глаза, подчеркнутого взгляда нет. А здесь в правильном положении я могу проработать складку, могу проработать внешний уголок и вытянуть глазик, если мне это необходимо, именно на открытых глазах. То есть ошибка номер один, еще раз, красить себя с закрытыми глазами или приподнимать брови. Вторая ошибка, цвет теней в цвет глаз. Не покупай голубые тени, если у тебя голубые глаза. Так делали в 90-х, и то потому что был дефицит косметики, и конечно же потому что ничего толком еще не умели. Это редко работает как надо, всегда можно подобрать цветные тени, более интересные тени с акцентом, которые будут работать с вашим цветом глаз. И не тон в тон, а будут усиливать ваши глаза, делать их более яркими, более выразительными. И если говорить про голубые глаза, то как раз таки для них хорошо работают бронзовые и золотые тени. По этой же аналогии я должна использовать постоянно круглогодично какие-то темно-коричневые тени, потому что вроде бы издалека кажется, что у меня темные глаза. Хотя на самом деле мои глаза с вкраплением зеленого оттенка. И при помощи правильных цветных теней я могу эту зелень подчеркнуть и сделать свои глаза ярче и еще зеленее. Мне это очень нравится, и я этими приемами часто пользуюсь. И вот тут я озадачилась и разработала подробнейшее пособие по кистям и по теням. Все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Какие кисти нужно купить каждой для эффекта салонного макияжа глаз? Точные марки и точные номера кистей. Пошел и купил. Какая базовая палетка для макияжа глаз нужна абсолютно каждой? Это та палетка, с помощью которой вы можете создать и дневной макияж, и более выразительный вечерний. Потому что она включает в себя как светлые, так и серединные, переходные, важные, очень важные цвета и темные оттенки. В том числе в такой палетке обязательно должны быть как матовые текстуры, так и более сияющие тени. И обратите внимание, что в моем пособии таких палеток будет не одна, а несколько, на разный вкус, на разный бюджет, на разный кошелек. И с учетом того, что кто-то из вас живет в России, а кто-то в Европе, довольно останутся абсолютно все. Вот она моя гордость. Помимо базовых палеток в это пособие я включила, конечно же, цветные тени, чтобы вы умели подчеркивать свои глаза правильным цветом. Как я и сказала, у нас у женщин две проблемы, либо синие тени, синие глаза всю жизнь, либо один какашечный цвет тоже всю жизнь. Вот после этого пособия таких проблем уже не будет. Расскажу вам, какие палетки купить для синих, голубых глаз, как подчеркнуть карии, серые, зеленые глаза и, конечно же, кисти. Без хороших кистей эта авантюра не имеет смысла, вы должны четко понимать, какие кисти вам нужны. Кисти, ворс, правильный размер, в том числе правильная форма, все это влияет на то, как будет выглядеть макияж глаз и будет ли он у вас получаться. Это лучшее предложение, никакой воды, только сливки из моего опыта и знаний. То есть не просто блогер на заборе написал, а вот как раз таки то, что я проверила временем за 8 лет работы. Это по-настоящему выжимка, ценная информация. Поэтому покупайте скорее, дорогие мои, это руководство, меняйте свой макияж глаз. Ссылочку на руководство, на мой сайт, где можно его приобрести, я оставлю под этим видео. Третья ошибка, я ее уже частично упомянула, отсутствие правильных грамотных кистей, которые сделают практически за вас макияж глаз и сделают его реально красивым. Я уже 8 лет, это моя личная боль, уже 8 лет работаю визажистом, провожу уроки, провожу обучение, разбираю косметички, собираю косметички. И практически всегда я вижу одну картину. Ну нет, у наших женщин нормальных кистей и не умеют они их выбирать. Я не знаю почему. Если вы знаете, напишите в комментариях. Ну правда, я вижу, что человек старался. Он покупает, тратит деньги на какие-то наборы, огромные вот эти вот на 40 кистей. Куча всего у него валяется в косметичке. Ну, правильных нормальных кистей, которые ему помогут сделать макияж глаз, их просто нет. А если у вас нет нормальных кистей, то нет и вау-эффекта в макияже глаз. Вот знаете, такого, чтобы та самая завистливая Светка с работы каждый день перетирала с коллегами, откуда у вас деньги на ежедневные походы к визажисту в салоны красоты. Вот с кистями такого эффекта, приятного бонуса добиться можно. Но с правильными кистями, заметьте, не просто какие-то аппликаторы. Вот я хотела найти аппликатор у себя дома, но не нашла. Видимо, я с ними распрощалась в далеком 2014-2015 году. И вот в годах я не могу до сих пор найти эти аппликаторы, чтобы показать. Но я вставлю картинку. Вот эти дикие аппликаторы, это просто ужас. Если у вас этот аппликатор есть, выкиньте, сожгите и никому не рассказывайте, что вы ими пользовались. Синтетические кисти отправляйте в ту же помойку, потому что синтетической кистью можно создать быстрый кремовый макияж глаз. Например, берете жидкие тени люкс визаж, какой-то оттенок, ну условно 0,6. Наносите этой кисточкой и да, неплохо. Но если вы хотите освоить макияж глаз более серьезно, и вот чтобы профессионально это все смотрелось, то вам нужны хорошие кисти. В идеале это должен быть ворс козы. Коза, она вот для домашнего использования самая неубиваемая, самая неприхотливая. Существует еще ворс пони, но он как раз-таки достаточно колючий, не очень комфортный. Белка, но белка, она больше подходит для визажистов, потому что с ней нужно уметь обращаться, и она капризная. Вот коза в этом плане самый идеальный ворс для вашего, вы сейчас меня смотрите для себя, для вашего домашнего использования. Кисти не должны быть слишком плоскими, у большинства кистей для макияжа глаз должен присутствовать объем, они должны быть объемными. Если вы ищете какие-то конкретные марки, номера, бренды кистей, то все это уже есть в моем руководстве по кистям и по теням, про которые я вам только что рассказывала. И вот я взяла эту плоскую кисточку неправильную, и я не могу ей нанести идеально красиво с переходами, с профессиональными растушевками. Все равно это будет угловато, это будет видно, это будет считаться, это не дает ухоженности и лоска внешности. А мы с вами учимся делать макияж, который будет делать вас более ухоженными. Совершенно обратная ситуация у меня будет с тем же оттенком теней, но если я буду наносить его правильной своей кисточкой, нанесение уже автоматически получается более воздушным, более прозрачным, более растушеванным. То есть я вроде бы ничего нового не делаю, движения у меня одинаковые, что там, что там, но нанесение вот здесь у меня будет получаться гораздо более профессиональным. То есть правильные кисти в вашей косметичке, они вам фактически заменяют визажиста, и вы правда можете создавать дома самостоятельно красивые макияжи глаз. И четвертая, финальная на сегодня ошибка, которую тоже совершают очень часто, взять темные тени, нанести на все веко без какой-либо растушевки, без каких-либо переходных цветов. То есть просто намазать еще и аппликатором черные или просто темные, не обязательно черные, это может быть и темно-серый, и даже синий цвет, и какой-то другой там фиолетовый. И вот просто намазать на веко ни кистей, ни растушевки, и, конечно, выглядеть это будет, ну, не очень. А еще же обычно делают и вот так, на нижнем веко, так вот, оп! О боже, как меняется человек, да, с неудачным макияжем, я себя не узнаю. Гораздо более правильно, когда вы используете какой-либо цвет, темный, цветной, использовать и так называемые переходные тона, которые будут растушевывать, вытушевывать этот темный или цветной оттенок в кожу. То есть, когда вы используете просто какие-то светлые тени, они могут сами по себе растушеваться. А если вы используете что-то уже более акцентное, то вам нужны вот такие вот переходные тона, которые позволят превратить ваш основной цвет в красивую дымку, в растушевку на вашей коже. Эти тона, они близкие, родственные нам, и они обязательно должны быть в вашей базовой палетке. Как я это делаю? Беру темный оттенок, беру хорошую правильную кисточку, также наношу на подвижное веко. И теперь из той же самой базовой палетки я набираю этот переходный цвет на кисточку, излишки убираю, и при правильном положении, да, мы помним с вами уже ошибка номер один, неправильно красить глаза, закрывать их. И теперь при правильном положении я начинаю растушевывать этот цвет именно так, как у меня выглядят глаза при открытом состоянии. Вот многие мне напишут про нависшее веко. Фишка в том, что нависшее веко тем более нужно красить с открытыми глазами. Да, у вас там нависает кожа, у вас там могут быть складки, какие-то мешки, объемы, и вы должны вот эти все мешки, объемы спрятать в тенях, закрасить фактически. То есть многим кажется, что вот если у них нависшее веко, значит все, нужно это все приподнять, ну приподнимите вы, и что дальше, накрасите внутри, а потом у вас все вот это вернется, весь этот объем, все это нависание обратно вернется, и макияжи что делали, что не делали. Вот с нависшим веком как раз-таки это правило номер один, правильное положение, оно еще более важно. Продолжаем растушевку по складке века при открытых глазах, затрагивая не только складочку, но и то, что над складкой, зона неподвижного века тоже должна быть проработана для объема глазика. И вот я не старалась сейчас, но даже по плотности они отличаются, благодаря тому, что вот здесь я неправильным инструментом работала, аппликатором или какой-то кисточкой очень плоской, синтетической, это обычно делается. А здесь я работала правильным инструментом, и несмотря на то, что я все по-быстрому делала, чтобы вам показать, объяснить и не затягивать этот ролик, все равно видна разница даже в нанесении, даже вот во всех этих переходах, плотности цвета, в изгибах. И здесь, конечно, это все получается гораздо более качественно, плавно, профессионально. Видите, вот у нас переход образуется при помощи вот этих переходных цветов, почему они не называются переходными. Кожный такой оттенок, он создает переход от темного кожи светлой под бровью. То есть не будет вот такого огрызка, да, глаз огрызок, как будто там, я не знаю, что произошло, как будто после пьянки. Тут уже можно поэкспериментировать с этой базовой палеткой, немножко сияющих теней добавить. Этому уже ничего не поможет. Нижнее веко тоже объемной кисточкой прорабатываем и делаем растушевку. То есть на нижнем веке тоже не должно быть никаких плотных границ, не должно быть вот этих четких очертаний, должна быть дымка. Все, я добавила еще туши для ресниц, в надежде, что это как-то поправит и исправит ситуацию, но не помогло. Надеюсь, да, ну я думаю, что видно, насколько этот вариант смотрится неаккуратно, неухоженно, никакого лоска он лицу не добавляет. Наоборот, внутренне создается ощущение неопрятности, ощущение грязи. Хочется пойти и поскорее в себя это смыть. Этот же вариант смотрится гораздо более привлекательно и аккуратно. Дорогие мои, надеюсь, это видео вам было полезно, оно вам понравилось. Напишите в комментариях, какие ошибки совершаете вы. И если вы хотите продолжение рубрики «Ошибки макияжа глаз», то дайте мне об этом знать в комментариях под этим видео. Добавляйтесь в телеграм-канал, чтобы оставаться на связи. Подпишитесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить мои новые ролики. И мы с вами встретимся в следующих видео. До скорой встречи и пока-пока!